Я мороженого на ночь. Пожалуйста. Шоколадный промбир. Почему она мне пробит? Это не сказка про инопланетянина. Не пробит ли мне? Не пробит ли мне? Не пробит ли мне? Те. Те. Те уйди. Алиса тут спрашивает, как можно быть такой балованной? Зайди от меня с Те. Девочки, нам нужно прочитать сказку до конца. Пожалуйста. Люди пишут, что штопор рядышком можно дурдом. Алис, Маш, я снимаю тебя. Ты можешь себе представить? Она просто звонит. Это потому что... Давай, поехали. Поехали. Ну, конечно, ответила Лаланта. У нас там космический корабль. А чтоб к нему никто не подошел... Давайте дадим предисловие, потому что с этим дурдомом ничего не понятно. Инопланетяне в количестве двух штук спустились в лесу и увидели избушку на курьих ножках. Под избушкой сидела молодая, накрашенная, красивая Баба-Яга. Вот представьте себе, прям как я. Сидела и красила ресницы. Ее спросили, зачем ты красишься, Баба-Яга? Она сказала, я хочу в сказках быть не старой коргой, а хочу быть молодой, прекрасной и желанной. Все как я, понимаете, как в жизни. Я тоже хочу в своих клипах быть молодой, прекрасной и желанной. Поэтому я крашусь, использую ботокс и фотошоп. Поехали, девочки, дальше. О, Боже мой, шок-контент. Полякова призналась, что она использует ботокс. О-о-о-о! Поехали, читай дальше. Америка в шоке. Читай, Маша. Ой, спасибо, я девочка-яга. Баба-Яжка аж засветилась от радости, услышав такие слова. Я мое, Маша. И у меня будет праздник. Вы же гонитесь, как там красиво в лесу. Все светится разноцветными огнями у вашего корабля. Плес буду красками раз выкрасили. Ну, конечно, ответила Ланта. У нас там косметический корабль. А чтобы никто не подошел, огни светятся. И на позиционе. Мама!